Привет! Сегодня поговорим про то, как по уму проводить дегустацию, если вы ищете шеф-повара. Вот такие случаи, когда дегустация превращается в банкет. Ну и сам формат дегустации уже изживает себя в этом плане. Итак, как я считаю, нужно поступать правильно. Нужно четко поставить задачу шефу, который делает дегустацию, и чтобы он приготовил именно то, что вам нужно. Буквально 4-5 блюд. Это вполне достаточно, чтобы увидеть, как он работает с продуктами, как сочетает их, опять же, посмотреть все техники. Как я обычно поступаю, какие ставлю задачи. Это первое. Приготовить яйца Бенедикт в любой подаче, все равно как. Это довольно сложное блюдо, довольно сложный соус. Будет сразу понятно, как человек работает с продуктами, как сочетает. Будет видна техника, будет виден выбор продукта. Дальше. Второе. Гребешок. Любое блюдо из гребешка. Гребешок – это такой продукт, который не со всеми другими продуктами сочетается. Его очень просто запороть, его очень просто переготовить. То есть это такой продукт, который требует и деликатного обращения, и подбора соусов. Третье. Это ризотто. Ризотто – очень сложная штука. Многим кажется, это простая вещь, но на самом деле многие на нем ломаются. Многие не понимают, как правильно делать, как правильно сделать консистенцию. Опять же, как подобрать рис. То есть это ризотто, это показатель именно того, как человек умеет работать технически. Опять же, паста – это довольно сложная штука. Я бы тоже попросил приготовить пасту какую-нибудь. Одну. Ну и что-нибудь из сладкого. Опять же, это показатель того, как человек фантазирует, как он умеет решать нестандартные задачи. То есть повару не обязательно быть кондитером, чтобы приготовить что-то сладкое. Поэтому сладкое любой повар может приготовить. Дальше. Как проводить саму дегустацию? Чтобы она не превратилась в банкет, нужно прежде всего не звать много людей. Лучше всего позвать компаньона или кого-то, кто тоже разбирается в еде, и вдвоем пробовать блюдо. Не надо готовить по две порции. Пусть все будет по одной порции. Так вы сможете не переесть. И в то же время вдвоем попробовать 4-5 блюд – это вполне себе нетрудно для двух здоровых людей. Ну а дальше это все уже нюансы и сложности. А вот эти простые базовые вещи, они позволят вам грамотно провести дегустацию. И самое главное – сделать из этой дегустации выводы, которые вам помогут в дальнейшем общении с шефом. Спасибо.